Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Можно, наверное, уже начинать, да? Здравствуйте, в эфире программа «Дневной разворот». Сегодня я веду... Я Игорь Рысев, и вот не Светлана Узелина, но другая, Светлана Занько, которую вы тоже все знаете и любите. Очень приятно. Ну и начинаем мы по традиции с музыкального оформления, которое под стать сегодняшнему дню, потому что сегодня родился Гарри Росингтон. Я, к сожалению, о нем мало что знаю, да, собственно, мало что о нем вам расскажу, кроме того, что он гитарист американской группы, которая исполняет вот эту песню. Произносится она как «Ленерт Схиннерт». Ужасное название на самом деле, но потрясающая песня. Ну, собственно, вот кроме этого, о этой группе сказать, наверное, нечего. Но есть что мне сказать о Сергею Владимировичу Истрожемскому, который родился в этот день. Это бывший предсекретарь первого президента Российской Федерации. На самом деле, с самого детства я думал, что он фамилию себе эту придумал для вот пущей важности какой-то, потому что фамилия Истрожемский. В школе я нигде такого не видел. Истрожемских у нас не в детском саду, не в школах не бывало. В детском саду тоже никаких детей с фамилией Истрожемский я тоже не видел. Ну, соответственно, у меня сложилось такое впечатление, что, ну, Сергей Истрожемский. Очень-очень даже внушаемо. И не селение в краеведении, но сегодня родился Андрей Упит. Это человек, в честь которого названа у нас улица в городе Кирове. Так и написано, на самом деле, на Википедии. Больше о нем я, к сожалению, тоже ничего не знаю. И надеюсь, вот этот пробел и мой, и ваш, если вы вдруг такие же лентяи в отношении краеведения, как я, пополнит замечательный Антон Кассанов со своими прогулками. Может быть, он и туда, куда никогда не сходит. Может, он туда ходил, кстати. У нас была целая программа про Упита вообще-то. Да? Ну, вот я, к сожалению, это пропустил. И есть целая книга, изданная нашим автором Кировским. Ну, если что, да, это классик латышской литературы, вот, по крайней мере, как пишут о нем в интернете. Ну, на самом деле, замечательный повод с ним ознакомиться. Потому что все-таки, как-никак, это единственный город, как я понял, где есть название улицы. Да, я даже в начале следующего часа, вот она лежит у нас, эта книга на подоконнике в редакции, я ее принесу, и назову и автора, и название книги, и всех, кого это будет интересовать, и вы сможете ее воспользоваться и понять, в честь кого названа эта улица. Ну что, мы пройдемся по сегодняшнему распорядку дня, так сказать. Я, по традиции, начинаю с конца. Напоминаю, что в 12.32 у нас будет викторинная история создания познавательной. Все, кто является ее поклонником, уже могут готовиться. После 12, то есть во втором часе, мы будем говорить о том, как и чем кормят кировских школьников. Придет Людмила Мальцева, начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Прошла очереда новостей по этому поводу. Мы попытаемся разобраться в ситуации. Ну а в первом часе мне чрезвычайно приятно приветствовать в нашей студии Алексея Вершинина, заместителя председателя правительства Кировской области. Алексей Александрович уже у нас в студии. Добрый день. Здравствуйте. Бизнес, торговля и туризм в Кировской области, перспективы развития. Так мы обозначили эту тему. Мы, естественно, вот мы уже вам обещали, уважаемые слушатели, что постараемся в течение декабря месяца познакомить вас с новыми, с новыми старыми заместителями председателя правительства. И познакомиться с самим, собственно, заново. И самим заново, да, познакомиться или с кем-то впервые. Поэтому Алексей Александрович сегодня у нас в студии в новом уже, в новом статусе совершенно. И по этому поводу мы будем сейчас терзать Алексея Александровича, расспрашивать его, как он себя в первую очередь, вот это первый уже вопрос. Как вы себя чувствуете в новой должности, Алексей Александрович? Да, спасибо. Спасибо. Неплохо. Неплохо. Но почему спрашиваем? Потому что хотелось бы понять, как давно велись переговоры о вашем входе в правительство и обсуждались ли какие-то другие должности. А я сейчас перечислю, что поручено вам. Вам поручено курировать вопросы развития предпринимательства и торговли. Раз, блок внутреннего туризма и блок межрегиональных и международных связей. Ну и как-то сразу было понятно, какие направления будут за вами закреплены. Я предполагал, что именно такое предложение будет сделано. Единственное, о чем мы говорим, что развитие инфраструктуры туристской деятельности выделяется в особый статус. Мы сегодня говорим о развитии внутреннего туризма, въездного туризма, как некой альтернативе, понимая, что сегодня за границей уже съездить не так комфортно. И для того, чтобы привлечь и развивать внутренний туризм, этому уделяет сегодня большое значение. Про туризм обязательно сегодня поговорим. Мы тоже понимаем, для нас с Игорем, наверное, не явилось удивлением, что вам поручает блок предпринимательства и торговли, потому что у вас большой опыт работы в бизнесе до того, как вы оказались в чиновниках. На самом деле не только по туризму много вопросов, конечно, но и по предпринимательству и торговле. В частности, что касается бизнеса, учитывая ситуацию в экономике страны, ситуацию, в которой в политическом отношении страна оказалась, учитывая санкции, учитывая бюджеты, есть ощущение, что на ближайшие несколько лет появление новых бизнесов, мне кажется, что это проблематично, или я ошибаюсь? Есть ли у нас перспективы действительно развития новых видов бизнеса вот в такой тяжелой ситуации? Ну вот сегодня как раз проходит национальная премия в области событийного туризма. На открытии премии много говорили о том, что для того, чтобы уже не зависеть от цены на нефть, на газ, должны слезть с этой нефтяной иглы. И та инициатива, которая исходит от регионов по развитию как варианта внутреннего туризма, внешнего туризма, это привлечение, что становится вопросом политическим, и привлекает дополнительные рабочие места, и привлекает дополнительные деньги в экономику. Поэтому, кроме традиционных вещей, связанных с предпринимательством, это то, что было и по работе в городе, и стационарные торговые объекты, развитие предпринимательства, мы сегодня говорим о совершенно других направлениях, которые, надеюсь, привлекут и средства в экономику региона, и дадут дополнительные рабочие места. То есть, мы вынуждены переориентироваться теперь отчасти? Развивается в России внутренний туризм и въездный туризм. Сегодня уже значительно выгоднее съездить в Сочи, в Крым, в других регионах, в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, потому что это рублевая зона, теперь за границу уехать, и при покупке евро там уже смысла делать нечего. Ну, и получается так, что не так много мы сами знаем то место, где мы живем, да, вот, ну, пример улицы Упита, которую говорили, как вариант, да, живем в этом городе, есть такая улица, мы не знаем имя и того, что добился в жизни этот человек, в честь которого была названа целая улица. И такие процессы происходят по всей стране. А сегодня у нас есть уникальная возможность развития внутреннего туризма, приведет к тому, чтобы люди внутри страны знали свои истории о своем прошлом. Ну, вот о возможности, кстати, если говорить, за вас, вы сейчас будете заниматься и предпринимательством, и торговлей, ну, вот, в правительстве, и блок туризма. Если посмотреть так с высока, как эти можно, вот именно эти направления как раз-таки можно объединить. И вы дела, я так понимаю, уже приняли. То есть вы уже ознакомились с тем, какая ситуация в области сейчас с этим всем обстоит. И что вы можете сказать, какие у нас есть... Господи, как это правильно называется? Вот можно я, извините, я тебя скорректирую. Мы все-таки давайте, раз мы начали про туризм, давайте эту тему разовьем. Потому что когда передали Алексею Александровичу блок внутреннего туризма, ну, это, наверное, единственное удивление, которое у нас возникло. Как это так? Отделили от туризма, от культуры. Он же раньше, да, в департаменте культуры занимался, культурой занимались туризмом. Мало того, что выделили блок внутреннего туризма, это еще и проектная деятельность. Это вообще такое нововведение у нас в правительстве. Проектная деятельность, видимо, будет в каждом департаменте или в каждом министерстве. Что это значит, проектная деятельность в сфере внутреннего туризма? Ну, смотрите, туризм останется в департаменте культуры. Прекрасно люди работают по получению грантов и созданию событийных мероприятий. Да, знакомых нам это Стабинский огурец, Глинышек и так далее. Да, совершенно верно. Сказочные игры. Прекрасно отработали за те полученные деньги по усадьбе в Рябово. Но встает дальше вопрос, а как эта усадьба Рябово может существовать потом сама уже? То есть мероприятие одно проведено, усадьба есть, как привлечь туда людей? Создали инфраструктуру, подвели газ, сделали дорогу. Существует усадьба. А как туристические потоки, как и местных жителей, и въездной туризм жителей других регионов привлечь к нам в Рябово, на родину Воснецовых. Бросить этот проект невозможно, да, потомки не простят, потому что если здесь родина известных людей, известных художников, значит, нужно, по крайней мере, об этом месте заботиться. Но так, чтобы это стало окупаемо, нужно развивать инфраструктуру. Создали все предпосылки для того, чтобы пришли туда бизнес, предприниматели. Сделали, например, там кафе-гостиницу, как-то развивали инфраструктуру, которая вокруг, чтобы этот проект, ну, предположим, как Ясная Поляна, да, стал работать. Если сегодня в Ясную Поляну ездят люди, а не только со всей России, но и со всего мира приезжают, как нам сделать Рябово, родину наших знаменитых земляков, художников, такой же популярной? Вот здесь уже как раз тот стык, на котором нужно привлекать бизнес. Поэтому культура в части своей этот проект отработала, получили грант, все хорошо, но он должен дальше получить какую-то свою жизнь. А есть видение уже как? Потому что, ну, на самом деле, тоже Гальский говорил о том, что бизнес не хочет туда идти. Александр Александрович Галецких тоже зам предправительства. Да, спасибо за уточнение. Депутаты, наоборот, говорят о том, что мы вроде как дали денег, но они недовольны тем, как они потрачены. То есть, на самом деле, вот этих точек соприкосновения очень мало. Да, проект нужно поддерживать, потому что не простят потомки, как вы правильно сказали, но как поддерживать? Вот это как раз задача Алексея Александровича. Вот теперь, да, вот я об этом говорил, вот эти перспективы, какие вы видите? Даже вот если касаться этого проекта. Те задачи, которые сегодня стоят, они понятны. Мы будем встречаться с главой Зуевского района, с бизнес-сообществом. Мы будем им рассказывать о тех привилегиях, которые они могут получить в рамках грантов и субсидирований, для того, чтобы они могли развивать уже инфраструктуру не за бюджетные деньги, а за свой счет. Мы можем им обещать, что, например, если в сегодняшний момент 15 тысяч человек посетило в Рябово, мы можем им говорить о том, что мы организуем туда приезд большего количества людей, будем привлекать школы, учебные заведения в нашем регионе и соседних регионах в визную туризм. И должны убедить бизнес, к сожалению, инициатива от них от самих не исходит, для того, чтобы они могли эту инфраструктуру кругом развить. Не самый ближний край ехать в Рябово, да, понятно, что там нужно где-то переночевать, нужно где-то позавтракать, пообедать, и нужно еще дополнительно какие-то провести мероприятия для того, чтобы уже полностью усадьба стала усадьбой. Мы говорим о реставрации храма, еще каких-то бытовых вопросах, вопросах канализации и прочего. Вот здесь мы бы хотели, создав все условия для бизнеса, все-таки заинтересовать этот бизнес, чтобы усадьба заработала уже в том виде, в котором бы нам хотелось, переговорить с местными туроператорами, услышать от них, что они, какие пожелания будут высказывать в части развития, переговорить с операторами из других регионов, с федеральными операторами, провести презентацию этого проекта Рябова. В общем, вот это и есть та проектная работа и первое видение, как, в общем-то, из этой ситуации выйти. Много скептиков, многие говорят о том, что зря потрачены деньги, но должно быть понимание. Усадьба наших земляков, известных, прославленных, мы не можем ее бросить, мы должны в любом случае это содержать. И если мы попытаемся привлечь туда бизнес в части развития инфраструктуры, то она может быть интересна и для въездного туризма. То есть у вас самая сложная работа, Алексей Александрович, то есть деньги, которые были выделены бюджетные, они уже потрачены, построены и так далее. А ваша задача сейчас, чтобы вся эта машина закрутилась, заработала, чтобы не просто Рябова получала средства на поддержание инфраструктуры, но еще и зарабатывала деньги. Вот это проектная деятельность. Это как раз на стыке двух будущих министерств, Министерства культуры и поддержки развития предпринимательского сектора экономики. Я просто... Вопрос, который меня мучает постоянно после заседания комитета, на котором обсуждалось совсем недавно как раз-таки Рябова. Все-таки необходимо... Вот как, по вашему мнению, было необходимо вложиться и в инфраструктуру, и в восстановление Рябова? Или просто попытаться привести Рябова в божеские виды, чтобы заинтересованные люди действительно находили способ туда приезжать и наслаждаться тем, чем бы они действительно могли наслаждаться, а не приехать и посмотреть, как школьники, и уехать. То есть это были бы совершенно другие деньги, как говорили и депутаты. Это не те 70 миллионов и больше, которые вынуждены были вложить в ту же дорогу, инфраструктуру и так далее. А просто восстановить и привести это все в порядок. То есть там были... Установить и привести в порядок просто усадьбу, не понимая, как туда приехать, не сделав там парковки, например, и не сделать условия для дальнейшего развития, ну, просто было невозможно. Мы бы понимали, что у нас где-то в глубинке существует некая усадьба, и все, да. И возможности привести туда людей и показать ее бы просто не было. Поэтому можно спорить долго о том, зря потрачены деньги или не зря. В это направление в Кировской области нужно развивать. Мы не должны забывать наше прошлое. И как бы ни говорили, куда сегодня, по мнению некоторых депутатов, выгоднее вкладывать деньги, мы все-таки говорим, что нашего прошлого забывать нельзя, и туризм нужно развивать. И наши хотя бы дети, наши школьники должны знать о прошлом нашего региона. Что касается Рябова, вот раз уж вы заговорили о школьниках, я точно знаю, что в Вятской гуманитарной гимназии была разработана, в течение трех лет разрабатывалась программа как раз по Рябово. Она оформлена и дидактические материалы, и полностью программа для школьников-опучающих. Она есть точно. Она получила там кучу каких-то премий замечательных. И вот что касается там школьного туризма, на самом деле упомянутые уже вами усадьбы Толстого и Пушкинские места, они все работают по этим программам. Поэтому, безусловно, можно привлекать группы школьников со всей страны, если это все уйдет в интернет, в Министерство образования, в турагентство, именно по этой программе. Потому что Рябово, хочу просто закончить эту тему, Рябово, оно предназначено в первую очередь, конечно, для детей, да, и во вторую очередь для художников. Это всегда было место для пленэра. И вот эти два направления имеют смысл, на мой взгляд, разрабатывать. Вот кроме Рябово, буквально там полминуты, кроме Рябово, проектная работа в сфере внутреннего туризма, там есть еще какие-то проекты? Котельнич, Котельнич, Динопарк, то же самое. Его нужно развивать. Да, Великорецкое. И Великорецкое. Мы имеем прекрасный крестный ход, да, но сегодня Великорецкое, к сожалению, не является той Меккой, а это не Дивеево, да, куда, например, тоже есть поток туристов православных. Да, поэтому туристические направления разные абсолютно бывают, религиозные. У нас был на эфире, я помню, Павел Цирцев, глава департамента культуры, мы его тоже пытались мучить по поводу вот этих проектов туризма в Кировской области, и задавали мы вопрос относительно того, что вот у нас уже есть какие-то, ну, вот Великорецкое, Рябово, которые на слуху более или менее, которые действительно нужно развивать. А есть ли какие-то направления, которые, они еще только в зачатке находятся, и, может быть, вот в Сером доме они их знают и предполагают, что возможно их развитие, а мы как-то еще пока нет, даже и не подразумеваем, что они есть такие. Ну, вот частью событий интуризма. Мы же говорили, да, вот Стабинский огурец тоже, мы проводим это мероприятие, там, подложим, раз в год. Вятский лапочек, да, это тоже есть мероприятие, которое на сегодня проводится раз в год, его не нужно делать еженедельным просто, но там популяризация тех событий, которые в Кировской области происходят, или тех ремесел, которые у нас существовали, она тоже нужна, тоже привлекает людей. О других пока направлениях говорить не будем, о том, что еще там хотели развить, такие в каждом практически районе, и в районе есть какие-то свои события, которые проводим, мы же говорим о сказочных играх, которые, в общем-то, здесь тоже есть. Вот те направления, которые на сегодня будем активно отрабатывать. Давайте мы с туризмом все-таки временно закончим тему, потому что, я уверена, мы будем встречаться. Поряба уже точно вырисовывается картина, потому что будет встреча с бизнесменами, будет встреча с главой района. Это важная вещь, мы точно будем о ней говорить. Но вернемся к бизнесу, потому что бизнеса никуда, откуда нам получать, собственно говоря, деньги. Я все-таки, Алексей Александрович, мне кажется, я не получила ответ на свой вопрос, по поводу развития бизнесов и предпринимательства, но помимо туризма, о котором вы сказали, в ближайшие годы в условиях серьезного экономического спада. Ваше мнение, ощущение, как человека, который имеет большой опыт в бизнесе, будут ли в ближайшие годы появляться новые, большие, значительные производства в Кировской области? Или у нас будет все-таки перерыв в связи со всеми условиями, которые сейчас есть? Все то, что запланировано, оно обязательно появится. Завод «Алмаз-Антэ» активно строится. В части спортивных объектов, легкотлетический манеж, стадион, который тоже будет развивать инфраструктуру городскую и давать рабочие места, он тоже будет. Поэтому все, что было запланировано, оно появится. О новых проектах я бы сегодня говорил там с осторожностью, потому что сегодня, хотя мы говорим о том, что бюджет будет социальный на 2015 год, но он будет достаточно сложным. Но это не значит, как вот недавно поступило предложение от некоторых депутатов Государственной Думы, о том, что давайте вернем обратно продажу пива, продажу сигарет в ларьки. Да, активно обсуждается вопрос. Очень я бы предостерег инициаторов, скажем, этих возвращений в прошлое, потому что только-только стали получать положительный эффект от того, что все-таки сигареты пива торгуют в супермаркетах, а НТО занимается, пусть, поддержкой местного бизнеса, предпринимателей. Только-только определили их формат, определили с количеством, со схемами размещения. И сегодня такие посылы, они, конечно, ни к чему хорошему не приведут. С одной стороны, мы говорим, депутаты Госдумы выходят за законопроектом о том, чтобы убрать торговлю спирта с содержащими жидкостями, бытовыми, химическими, из ларьков. И тут же другие депутаты выступают с инститивой, а давайте спирт уже полностью торговлю пива вернем в ларьки. Вот этот невзвешенный подход, который сегодня может стать искрой для того, чтобы вновь возникли какие-то, скажем, волнения среди предпринимателей, которые ухватятся за это и скажут, а давайте вот снова будем пивом торговать. И смотрите, какие положительные эффекты. Сегодня меньше пива пить не стали, но стали пить его цивилизованно. Сегодня уже нет такого безудешного распития спиртных напитков в парках, скверах. Сегодня в подъезды, в конце концов, уже стали чистыми, потому что в подворотне раньше было страшно зайти вечером, когда пиво продавалось. И плюс регулировать продажу пива по тем временным ограничениям, которые есть гораздо легче в супермаркетах. Я, например, не уверен, что в ларьке не будут продавать пиво и несовершеннолетним, и в тот период, когда его нельзя продавать. Поэтому очень мы, конечно, предостерег от этого возврата в прошлое, от которого мы только-только ушли. Вот если вы говорите о том, что у нас могут возникнуть проблемы с крупными проектами, с крупным бизнесом, вот, а сейчас вы больше все-таки говорите о малом. А с малым-то как будет? Вот если поступают предложения о основе продажи пива и сигарет, значит, есть у людей потребность вернуть свой бизнес в его... Господи, что у меня сегодня такое? Не понимаю. Видите, ну, я уловил, здесь нет потребностей, исходящей снизу. Здесь есть популистские высказывания депутатов, которые на этом хотят заработать, которые говорят, «А давайте вот снова вот это сделаем». И сейчас вокруг них будут какие-то уже единомышленники, и начнется такая новая волна. Здесь не было такого желания, скажем, чтобы владельцы НТО снова говорили, «А дайте нам продавать сигареты, а дайте нам продавать пиво». Я таких настроений не видел. Мы только-только все это, казалось бы, поняли. У нас только стали развиваться этот же малый бизнес-кафе на первых этажах. Ведь сегодня потребление пива, мы говорим о том, что оно становится цивилизованным. — Ну, вот я об этом спрашиваю. Будут ли проблемы у малого бизнеса? Если у крупного, они действительно будут, когда придется какие-то проекты либо заморозить, либо приостановить? — Ну, я не думаю, что у крупного бизнеса придется замораживать какие-то проекты. Мы сегодня по-прежнему будем строить космический центр детский, в котором был план, на котором есть деньги. Стадионы, это все будет. Другое дело, что сегодня мы не планируем что-то нового, что-то нового наперед. Поэтому замороженные проекты никакие не будут, те, которые планировались на 2015 год, на 2016 год. Мы даже если говорим о строительстве стадиона, дворца Пионер Мемориал, он будет построен. Мы говорим о продолжении строительства бассейна, который сегодня заморожен. Строительство начнется в марте месяце. В любом случае мы этот объект достроим. Поэтому нет какой-то заморозки в связи с экономической ситуацией. — Да. Что касается малого бизнеса, то у него, Игорь, всегда будут проблемы. Как и у большого тоже. И это как раз работа Алексея Александровича в должности зампреда, курирующего это направление, и работа, собственно говоря, профессиональных сообществ, торгово-промышленной палаты, лиги предпринимателей, а также бизнес-омбудсмена, появление которого все-таки мы ждем, ждем, ждем. Как будут, не знаю, ваши взаимоотношения с профессиональными сообществами, ваше взаимодействие, вы уже себе представляете, как вы с ними будете работать? — Почему? Я предположу, почему он был призван именно в правительство, потому что не успел за то время работы, пока работал в городе, превратиться совершенно в чиновника-чиновника, у которого замылился взгляд. Я все-таки думаю, что свежую струю можно привнести в любую работу. И при развитии туристских проектов, либо даже предпринимательства, хотел бы собирать всех заинтересованных лиц, в том числе и не чиновников, даже в первую очередь не чиновников, для того, чтобы можно было провести это мозговые штурмы. — Мы сейчас прервемся. К сожалению, нужно прерваться на рекламу. «Бизнес есть бизнес». Через две минуты мы вернемся и продолжим про профессиональные сообщества. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». В гостях у нас Алексей Вершинин, заместитель председателя правительства Кировской области, который сейчас в новом статусе курирует вопросы развития предпринимательства и торговли, блок внутреннего туризма, миссерегиональных и международных связей. У нас остается всего 13 минут. Про туризм мы поговорили. Про предпринимательство более-менее затронули вопрос. Остановились мы на взаимодействии с профессиональными сообществами. И очень важный, на самом деле, вопрос межрегиональных и международных связей. Он тоже касается и бизнеса. Потому что вот этот вопрос, который ты, Игорь, задавал, и я задавала, будут ли появляться новые производства, а не остановились ли крупные поставки импортного оборудования, который очень важный вопрос, который стоит сейчас неподъемные деньги. Если мы говорим о валюте, а у нас резервы в рублях, я бы хотела, чтобы мы хотя бы 3-4 минуты после профессиональных сообществ этому вопросу уделили. Итак, профессиональные сообщества, вы говорили о том, Алексей Александрович, что видите необходимость и сами так действуете, там, свежих лиц и свежей крови, когда решаются какие-то вопросы. И, насколько я поняла, вы будете общаться и с Лигой предпринимателей, и с Торгово-промышленной палатой. Почему? Ну, это одно из как раз направлений работы, это организация взаимодействия и координация деятельности органов исполнительной власти с представителями крупного, среднего, малого бизнеса. Это же и Торгово-промышленная палата, и наше Кировское областное отделение Союза промышленников-предпринимателей. Поэтому достаточно создано уже общественных объединений, с кем нужно будет взаимодействовать, и достаточно проводятся совещания по координации, достаточно проводятся совещания по тем моментам, где нужно услышать те или иные проблемы, и, в крайнем случае, содействовать этому. Вы знаете, а почему еще задают этот вопрос? Вот когда я беседовала с Романом Александровичем Бересневым, он говорил, что он создаст при своей структуре общественный совет, поскольку там имущество мы обсуждаем, там государственное, он говорит, чтобы была работа прозрачная, чтобы все крупные серьезные вопросы проходили через общественный совет, это такая открытость. Видите ли вы необходимость в создании такого общественного совета в вашей структуре? Дополнительный общественный совет создавать, на мой взгляд, не нужно. Предпринимательское сообщество достаточно активное, и уже организовано в Лиге предпринимателей, в Союзу промышленников и так далее. На совещаниях же четко определяют, скажем, те направления, в котором они просили бы взаимодействия. Они говорят, мы выпускаем такую-то продукцию, например, нам нужно представить ее в других регионах. Вот проводим Дни Кировской области в Пермском крае, либо проводим Дни Кировской области в Архангельске. Поэтому эта инициатива всегда важна, чтобы исходила снизу. Создавать еще один общественный совет, с которым бы мы, подстраховываясь, обсуждали правильность принятия наших решений, считаю, это нецелесообразно. Бизнесмены самые активные, пожалуй, люди по созданию профессиональных сообществ. Вот еще очень важный вопрос. Блок, который поручен вам, это блок межрегиональных и международных связей. Я бы сразу с международных связей начала, потому что это непосредственно связано, безусловно, с бизнесом, и, безусловно, снова возвращаемся к политической ситуации, экономическому эмбарго, в условиях которого существует сейчас наша страна. Я понимаю, что наверняка, я знаю это, что бизнесмены заключали контракты, были намерены поставить оборудование. Мы знаем, что есть даже линии оборудования, которые эксклюзивно производятся в каких-то странах, которые сейчас, например, входят в этот блок. Мы понимаем, что любимый очень многими Китай сейчас еще не дотягивает по уровню, например, в производстве определенного вида оборудования. Здесь, наверное, будет все-таки какая-то сложность, и, наверное, и здесь будет какая-то заморозка. И, тем не менее, что касается развития международных связей, у Кировской области удалось ли вам сейчас уже вникнуть туда и понять, какие направления и какие страны наиболее активно взаимодействуют с Кировской областью? Может быть, куда вы уже наметили ближайшие, может быть, поездки, встречи? Нет, пока поездки и встречи мы не намечали. Последние предложения от депутатов Госдумы, опять же, прозвучали, чтобы открыть представительство Кировской области в Китае. Да, ну, что такое открыть представительство, это, во-первых, очень дорого. Сегодня как раз тему проговаривали. Мы можем иметь своего представителя. В Кировской области это гораздо более экономически выгодно и целесообразно. Опять же, такие предложения поступают от бизнеса. В Кировской области достаточно интересная связь и сотрудничество налажено. Нужно, чтобы поступили какие-то предложения, в честь чего сотрудничать. Если же мы пытаемся сюда увязать все проблемы, которые сегодня возникли в связи с ростом курса доллара, валютными кредитами у предпринимателей, то нужно понимать, что предприниматели – это всегда риск, их предпринимательская деятельность, и они за эти риски должны сами отвечать. Здесь не должен, например, уполномоченный по правам предпринимателя заниматься вот этими проблемами и разруливать те финансовые сложности, которые возникли у людей, взявших валютные кредиты, пусть даже для поставки оборудования. Это те риски, которые предприниматели несут сами. Когда же мы говорим о развитии международных отношений Кировской области с партнерами в зарубежье, мы готовы открыть для предпринимателей рынки, которые предоставляют зарубежные партнеры, выставки, которые они там проводят. Мы готовы свою продукцию выставлять, показывать. Это взаимодействие, сотрудничество, скажем, помощь, но не ведение бизнеса за предпринимателей. Контакты, выставочная деятельность, представитель, может быть, если Китай нам так, бизнесменам конкретно. С кем у нас, на самом деле, такие самые серьезные отношения сложились вот сейчас? С какими странами? Ну, сложно сказать сейчас, с кем отношения лучше сложились, тем сложнее. Да, я, может быть, настолько не вник. Сами знаете, какое у нас представительство здесь на заводе, там, Веста, да? С Италией у нас были, конечно, давнешние связи, но вот сейчас непонятно, как они будут развиваться. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться. В любом случае, летая на самолете из Москвы в Киров, да, очень много видишь иностранных гостей нашего региона, которые, безусловно, сюда не для туризма ездят, а все-таки ведут здесь какой-то бизнес, работают на предпринимателей. Вот еще, знаете, какой вопрос очень интересует, межрегиональная связь, действительно. Может быть, не сегодня я получу ответ на этот вопрос, но очень хотелось бы знать, вот как-то вот, чтобы стало четко, ясно и понятно, какие производства, да, какие виды бизнеса, какие виды промышленности существуют в Кировской области? И ее выделяет среди, например, окружающих. Чего нет в Пермском крае, в Татарстане, в Мариэл, там, в Коми, а в Кировской области эти производства есть. Ну, там, кроме шин, наверное, там, пирали, да? Я думаю, что и шины тоже есть в других регионах. А есть у нас что-то такое, чем мы, или, может быть, уже закладывается, чем мы можем, вот сказать, вот у нас в Кировской области есть такое производство, которое закрывает все соседние регионы, у них нет и не будет, потому что у нас лучшее. Есть такое у нас? Не могу пока ответить. Вот раньше, помните, была яркая автомат, я хочу выделиться, да, я хочу понимать, но это важно, наверное, это как раз и есть вот какие-то бизнес-приоритеты. Ну, вот это, на самом деле, все, что касается постоянно этого вопроса туризма, да, что мы можем найти такое, потому что... Это все в туризме, я тебе про это не скажу. Нет, я имею в виду и бизнес тоже, то есть и тут хочется в бизнесе найти какие-то такие идеи, чтобы они были уникальными. С точки зрения туризма, понятно, Вятский край уникален, и даже эти же пешеходные прогулки по городу не только становятся самому интересны, но хочется об этом всем рассказать. Поэтому путеводитель по городу Кирму, по Старой Вятке, хотелось бы, конечно, сделать. Указателей хотелось бы больше, когда при пеших прогулках можно смотреть, где какие достопримечательности есть. Но этим бы не ограничиться, правда, хотелось бы все-таки общую концепцию развития внутреннего въездного туризма в Кировской области сделать, для того, чтобы понять, к чем мы можем сюда привлечь, как ее сделать привлекательным, не скатываясь на отдельные мероприятия, либо на отдельные проекты Рябова, Великорецкой. Мы же понимаем, Алексей Александрович, раз уж мы про любимое, про туризм, что привлекать, кроме там самих событий и исторических мест, может только инфраструктура. Это огромное вложение со стороны бизнеса именно. Сегодня об этом говорили с губернатором. То есть для того, чтобы сюда звать гостей, нужно, ну, мы зовем гостей домой, да, в доме стараемся к этому времени прибрать. Поэтому, когда мы показываем старую вятку, очень бы хотелось, чтобы фасады этой старой вятки были отремонтированы. Это тоже взаимодействие с городом. Это взаимодействие с городом и с бизнесом, везде процессы по-разному происходят. Есть областные программы, городские программы. Ну, вот мое четкое убеждение, что те какие-то разовые акции попробовали в дымку раскрасить. Получилось, летом докрасим до конца. Надеюсь, там, все то, что планировали в рамках реконструкции при вокзальной площади. Но не будем же мы старые дома красить, да, по-современному. Старые фасады нужно ремонтировать для того, чтобы пешеходные прогулки, повятки. Не стыдно было показывать и самим, в первую очередь, смотреть. Я был на такой прогулке, смотрел уникальное историческое здание со своей большой историей, связанной с жизнью людей великих. Сегодня фасад из плитки керамической, непонятно почему, да, и с сайдингом отделанный дом. Хотя про него так великолепно рассказывают, какое историческое значение он там развития вятки. Я приведу пример, когда приезжал Иосиф Рахелькаус еще в первый раз летом по приглашению как раз Никиты Юрьевича Белых. Это театр современной пьесы, его создатель и режиссер главный. Он тут сидел у нас, ну это традиционный такой вопрос в провинции, а вы уже успели что-то там посмотреть, а как вам наш город? Но это было не в эфире за... Он смотрел на меня таким тяжелым взглядом и сказал, какой город? Я говорю, ну как, старинный, сам вятка, а где? Я не видел, где у вас тут старина? Покажите мне. Ну, не было очень... Сайдинг и плитка есть. Плитка, сайдинг, это ужасно, конечно. Последний вопрос, он остается буквально там две минуты, но он такой тоже каверзный, мы всем говорим. Поскольку бы декларировалось, что теперь чиновники в новом статусе, министры и зампреды будут иметь возможность на равных общаться с федеральными министрами. И это правда такой вот серьезный бонус, и это правда даст больше возможности, откроет все двери. Вы тоже придерживаетесь этого мнения, и успели ли вы уже побывать, например, в Москве, где-то на каких-то представлениях вас, как зампреда? За два дня я не успел побывать пока нигде. А то, что поднимая статус чиновника, мы сможем большего достичь для Вики привлечь в Кировскую область, это факт. Ну, вот управление по физической культуре и спорту, понимаете, как бы руководитель этого управления не назывался, приезжая в Москву, ему все равно говорят, это министр спорта. Сравнивая с теми людьми, которые присутствуют на совещании за одним столом. А у нас спорт при всем его развитии всего лишь начальник управления. Но это тоже человеческий фактор. И последний самый, у нас 30 секунд есть. Будете ли вы проводить реформу, так сказать, департаментов, которые будут вам подведовственны, и будут ли сокращения? Реформу департамента в любом случае до конца в первом квартале проводить будем, преобразовывая в министерство. В зависимости от того функционала, который будет, скажем, поручен, возможно, и кадровые перестановки в том числе. Сокращение? Сокращение вряд ли, потому что мы добавляем дополнительные еще работы, а вот переориентировать людей на то или иное направление это обязательно будет. Большое спасибо. Алексей Вершинин, заместитель председателя правительства Кировской области, был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам. Мы с Игорем не прощаемся, вернемся в следующем часе. Будем говорить о том, что кировских школьников кормят некачественной пищей. К нам придет Людмила Мальцева, начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзором по Кировской области.